Доброе утро, дамы и господа! Итак, при... Что, черт возьми, здесь происходит? Ну, сами подумайте, вам не кажется странным, что Бурис приплыл ночью в ядовитые земли Гизиры, чтобы просто набрать яда? Все сходится! Подожди, что сходится? Что сходится? Окей, а Кетра и с Дерек ушли читать про огним, я остался дома, И вот сюжет ярко намекает, что за нами скоро придут. Пора бежать, ребята. Всем и каждому, даже о Кетре. Сейчас объясню поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие и друзьям. Я Луложка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие и друзья. Я Луложка. Добро пожаловать в 13 огней. Сезон, в котором мы натворили много говна. Если так можно выразиться. Перейдя дорогу тайному обществу то и Фетун, а то и правительству города. Мы явно ненадолго останемся в этом месте, которое прямо сейчас можем назвать своим домом. Прости меня, домик. Да, ребят, увы, но я постепенно начинаю осознавать, что пора собирать вещи из сундуков и готовиться к тотальной заднице. Нам уже успели сказать, что из-за наших действий на Шахтерских островах, приход то и Фетуна за всеми нами, это лишь вопрос времени. Но, внимание, у меня хорошие новости. Я тут уже немного успел собраться, взял какие-то нужные предметы, которые точно мне пригодятся. Забыл разве что про стол исследователя. Его тоже возьмем. А теперь, чтобы никого не томить, да и себя тоже, давайте проверим. Акетра, Сдерик, вы вернулись. Здравствуйте. Так, Сдерика нет. Ханув, Халима, кто-нибудь. Напомню то, что в предыдущей серии Акетра и Сдерик ушли куда-то в храм читать книги про огни. Чего они там узнают, непонятно, но, видимо, они все еще читают, да? Так, не зайти. Здесь тоже. Боже, никого нет. Серьезно. Несмотря на то, что никого нет, мы особо не паникуем, потому что я по-любому могу выйти. Леди Акетра разрешила, да. Спасибо большое. Далее, телепортируемся на рынок Нара. И здесь, прямо сейчас, не забываем про того самого фермера. У меня есть мечта, прокачать с тобой отношения. Так, увижу, здорово, парень. Сочнейшие томаты только у меня, помнишь? Да-да-да-да, я знаю. Давай немного прокачаем себя, предложить помощь. Нужна ли помощь в чем бы то ни было? Ты кто, пацан? Я уж думал, мой поставщик наконец-то приехал. Бла-бла-бла. 48 связок пшеницы, ой-ой-ой. Погоди, просто связок? А что значит связок, это как? Так, то есть вот, у нас есть связки, какие-то стержни, пассифлоры, палки, хорус. Но именно пшеницы нет. А если я дам тебе просто вот так вот 48 штуковин? Этого достаточно? О, да неужели? Спасибо огромное, парень. Реально? А почему тогда там есть слово связки? О, держи. Это тебе за помощь. 24 утена. Так, плюс один скоробей. Плюс один золотой, еще один скоробей. И все. Ну-ка, давай, скажи, что ты лучше ко... Мне относишься. Наконец-то, боже мой, наконец-то! Официально это мега топчик серия, потому что я добивался того, чего мы сейчас добились. Эй, парень, парень, не забывай. Сочнейшие томаты только у меня. Да-да, я знаю. Я 20 серий тебя добивался. По идее, прямо сейчас все. Сноп сена я могу продавать за два, не за один. Что ж, пора богатеть, дамы и господа. Берем снопы сена и продаем все, что у меня есть. О, боже! Давай, давай, 500 утенов! И 623. Я, по идее, могу сейчас еще сделать тебе снопы сена, потому что у меня есть пшеница, еще пшеница. Но, ладно, так и быть, давайте сделаем это потом. Так, а вот другие как ко мне относятся? Ну-ка, все еще с презрением. Ну, понятно. У тебя, по идее, помимо того, что я могу теперь продавать дорого, я могу и покупать дешево, да? Вау, томат всего за 19. Так, купить. Также я знаю то, что у тебя есть квесты на лук, на морковку, но морковка у меня и так есть. Давайте купим лук и сделаем из этого семена. По идее, можно, да? А, во, да-да-да, из томатов можно. Наконец-то у меня есть томаты. А лук, наверное, можно просто посадить. Да, и он будет выращиваться. Что ж, как вы понимаете, хоть мы и прокачали фермера, это еще не конец. Я совсем недавно стал владельцем шахтерских островов. У меня, по идее, должно быть много руды. А руду надо куда-то по очень выгодным ценам сбагривать. Да, кузнец, здравствуйте. Так, железо у меня добывается. Сейчас я могу продать 16 за 8 утенов. То есть, по сути, если я с ним как-то, не знаю, там, отношения подниму, то это будет куда выгоднее цена. Также я, наверное, могу уголем узбагрить. О, как невыгодно. Фигня какая-то. Так, ну ладно, давай, предложить помощь. Нужна ли помощь в чем бы то ни было? А? Ты кто, пацан? А, я думал, мой поставщик наконец-то приехал. Он должен был привезти мне 64 куска угля. Я не могу больше ждать. Слушай, раз уж ты мне помощь предложил, может быть, ты поможешь раздобыть необходимое? 64 угля? Так у меня, по-моему, есть. Да, давай. О, спасибо. Жду здесь. Без проблем. Во! О, ха-ха, 64 угля, обновление, ненадежный поставщик. У кузнеца проблемы, принеси ему 64 угля. Без проблем. Вот, возьми, давай качаться. О, да ладно, неужели это? Пацан, спасибо огромное. Пожалуйста. Дашь что-нибудь? Да, да, конечно, держи. Это тебе за помощь. Плюс 5 с кузнецом, 12 утенов, с корабель. Дайте мне лазотепового, пожалуйста. Давай, давай. Так, ауритеховый и... Да, ё-моё, серьёзно. Так, погоди, а сколько у меня осталось? А, кстати, не так уж и много. 800 опыта до лазотепового. Окей. Проверяем отношения. И ой-ой-ой-ой-ой! Было презрение, стало равнодушие. То есть я его до этого уже качал, да? Я уже просто не помню, от кого я выполнял задание. Но это круто! То есть именно тот, кто мне нужен, уже с равнодушием. Короче, я уверен то, что многие никогда бы не подумали, что я смогу это сделать. Но я смогу это сделать. Прямо около Нарфаниса мы создаём шахту. Это такой некий ход конём, но не для того, чтобы просто здесь был проход, а для того, чтобы я мог выращивать помидоры, лук, пшеницу, морковку и многое другое. Клянусь, я задолбался, абы как каждый раз выполнять задание. Я хочу просто взять, прийти на ферму, забрать какие-нибудь помидорчики, сдать это долбанное задание и не париться. Да, вот только я понимаю то, что здесь какое-то место не самое удачное. Надо ниже прокопать. Единственное, что я сейчас понял, у меня земли нет и... Воды нет. Как я сделаю себе ферму? Эм... Ну ладно, мы... Мы оставим эту идею и не будем убирать в долгий ящик. Я обязательно вернусь! Окей, возвращаемся домой и проверяем. Абди, Акетра, Сдерик, вы дома? Прошло уже слишком много времени. Да, это... Это, если честно, уже странно. На кухне... Да вы что, издеваетесь? Я, получается, два дня дома просто один торчу? Я помню, Сдерик говорил, что Абди у себя в комнате якобы отсыпается. Зайти я не могу. Постучать явно ничего не даёт. Если я напишу что-то типа... Эй, Абди! Это... Подожди, стоп. А, господи, это кошки ходят. Так, ну ладно. Видимо, я действительно один. Ничего не нужного не убираем, но... Постепенно понимаем то, что мне бы, наверное, рюкзак улучшить. Сейчас у меня железный. Далее можно делать золотое. Это стоит 8 золота. Так, а у меня всего 7, да? Один грёбаный слиток. Пожалуйста, дайте мне его. Ооо, сюда. Тут хватит явно на побольше. Верстак ставим. Объединяем. Золотой рюкзак получаем. И офигеть, какое количество золотов заполняем. Или не заполняем, я даже не знаю. Это как будто не так уж и удобно, да? Вот так вот туда-сюда листать. Ладно, пока что вот это хотя бы уберём. Теперь спать. Доброе утро, дамы и господа! Итак, при... Вот и так. Эй, Лолошка! Бляхому... Почему здесь так много вас-то, а? Что, чёрт возьми, здесь происходит? Эй, я бы... Эй, бро... Это не то, о чём мы подумали, я... А? 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 Ах, ты ж ё-моё! Ах, ты... Ах, если ты сейчас же не объяснишь, что ты забыл у меня дома ночью, то... Господи, господи... Ещё и разбил любимый вазы Хануф. Боба, ради бога, ради... У меня была причина... Я... Я должна защитить леди! Я должна... Я должна защитить леди! Эй-эй, Хануф, успокойся! Открой глаза! Я в порядке! А? Хорош, Хануф, хорош! Мои вазы! Мои вазы! Ну вот видишь, а? Ну, пожалуйста, пожалуйста, леди! Тихо! Хануф, возьми, пожалуйста, себя в руки, убери осколки с пола, ведь кто-то может пораниться. Прошу тебя. Да, леди, хорошо, сейчас... Тише, тише, Хануф, я куплю тебе новые вазы. Как только выяснешь, что вы опять задумали... Ах, бога ради... Лолошка, я уже должна была бы привыкнуть, да, что у тебя странные друзья? Давай! Вставай и идём ко мне в комнату! Ты тоже! Живо! А что я? Я спал спокойно! Я не мог ручаться за Синбада! Это он такой! Синяком своим подбитым тут ходит! Фигнёй страдает! Синбад, что ты делаешь? Ха-ха-ха-ха! Господи, Синбад! Смешно тебе, да? Как ты вообще... А, сверху проникнул, да? Ночью! У него подбитый глаз! Поломанная повязка! Подбитая нога! Ха-ха! Поломанный картограф у нас получается! Так! Давай-давай, мореход! Проходи! Садись! Ух ты ж, боже мой! Так, а мне... Мне... Да, Лулошка, ты тоже! Тоже? Ладно! Да уж, мальчики! Только не ругайте! Меня хотя бы не ругайте! Это всё он! Ну давай! Рассказывай, мореход! Ох-ох-ох! А я-то уж вот думал, мой конец настал! И дело даже не в том, госпожа, что я был восвящён вашими движениями! Нет, короче... Я пришёл рассказать вам! Ну, то есть, ложке! Что я нашёл ещё один огонь! Господи! Но ведь ты же мог просто постучать! Просто постучать в дверь! А, ну... Ну, госпожа, ну, позвольте! Я всё-таки в списках фараона, да? И документов у меня нет! О, ну да, точно! Как же я сама-то не догадалась! Конечно! Ты идиот, Синдбад! Зато какой! Давай уж, продолжай про свой огонь! Где? Что? Как добраться? Как ты ещё жив с такими методами? Ну и так далее! Ну ладно, уговорили! В общем, как тогда мы с Шахтёрских приехали, помните? Я сразу смекнул, что в Наре делать нечего! Хе-хе-хе! Поэтому я спрятался в трюме у Буриса! Так, дальше! Ну, так вот, я просто думал, что он на Проклятый поплывёт! И я там смогу ещё раз поискать на Хвамдис! Но Бурис поплыл на Гизиру! Вот те на-то, а! О! И что нам... О! Нам что, сейчас прям Гизиру покажут? Хе-хе-хе! Так и представляете! Он поплыл не в главный порт Гизиры! А в небольшой порт со стороны токсичных прудов! Ох, я там вот так вот и эдак и... И всячески, короче! Ну ладно, это неважно! Как вы знаете, токсичные пруды почти необитаемые! Ведь там всё отравлено! И вот я тут подумал! Чё бы это вдруг Бурису понадобилось здесь быть, а? О, кстати! Что там? Ох, хоро! Все руки обжёг этой вонючей жижей! Мог ведь раньше сплавать с оборудованием, с перчатками! Хм, хм, хоро! Ну ладно, ладно! Путешествие вышло отменное! Да и за ядом успел! Эй, кто тот? А? О, чёрт! Ну его нафиг! О! Что это за история Буриса связывает с этим ядом? Я повторяю, кто здесь... А, свои! Или нет? А, бога ради, прекрати повторять за мной! А, бога ради, прекрати повторять за мной! Вот тебе и патруль! А, ладно, я так понял, свои, да? Короче, там корабль стоит! Команда спит! Но полчаса назад его ещё не было! Кому вообще сюда понадобилось причаливать, а? О-о-о! Да уж! Да, она будет недовольна! Тут же везде этот... Яд! Э-э-э... Нервная... Нервная... Как его... Да-да-да, я понял! Пойдём проверим! О-о-о! Синбат! Давай, давай, быстрее! Вау! Е-мать! А, бурис-то у нас тут? Чёрт, хора! Заехал, называется, на полчаса! О, чёрт, чёрт, чёрт! Так, ладно! Иди-ка сюда! Надо срочно избавиться от них! Так, подожди, а как это связано с огнями, вся вот эта вот история? Блин, ещё ничего не видно, это всё под покровом ночи, как вы понимаете! Ну, Синбат стоит! Интересно, он в итоге спалится перед Бурисом? Блин, я понимаю то, что это его прошлое, но... Я всё равно богусь! Ты чё? Ну, в общем, как-то так, да. Когда я уверился в том-то, что Бурис ушёл, я и вылез! Ну ты и храбрец, Синбат! Бурис же наш друг! Почему ты не вышел раньше? Да, госпожа, вам, ну, сами подумайте, вам не кажется странным, что Бурис приплыл ночью в ядовитые земли Гизиры, чтобы просто набрать яда? Серьёзно? Хм, а ведь и правда. При этом нервно-паралитического, каким отравили скульптора. Всё сходится! Подожди, что сходится? Что сходится? А Кетра, что-то тут не так! Если она сейчас реально подумала то, что Бурис убил скульптора, то это самая тупая догадка, потому что доступ к этому яду, как мы понимаем, есть буквально у всех. Причём тут Бурис вообще. Может, Синбат просто хочет подставить Буриса, и это он скульптора отравил? А, Леди Акетра, какой смысл Бурису убивать скульптора сейчас, когда он мог это сделать раз 20? Ещё до нашего прибытия в Нар! Во! Реально! Хотя, нет, знаете, всё так. Я подумал, что это имеет смысл. Всегда знал, что Бурису нельзя доверять. Не-не-не, реально, какой смысл Бурису убивать скульптора, если он мог это сделать ещё 20 раз до этого? А, ой, точно. Ладно, ложка твоя, правда. Тем более Бурис через столько с нами прошёл. Ммм, видимо, недосып сказывается. А, стой, Синбат, подожди! А, да-да, что? Дана! Помнишь, там, на Шахтёрских, человек в серебряной маске сказал, что Дана — это голова. И ты также сейчас упомянул, что эти двое разговаривали про Дану. Так? А, ну да-да. Они раза два сказали точно про то, что она будет недовольна или что-то типа этого. Ммм, Бурис в прошлый раз сказал, что не знает, кто она. Но раз стоив Этун в открытую ноги Зири, тем более в той части... А, значит, там точно есть огонь! Хмм... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, это правда, это правда. Я же говорил, я говорил вам! А он ведь говорил. Зачем ему выставлять? Да, говорил. Но-но, мореход, подожди-ка. Как ты спасся от ядовитых паров? Да и как ты здесь оказался, если Бурис уплыл? Это же сколько дней прошло с тех пор, а? О, госпожа, госпожа, не надо меня ни в чём подозревать. Я карту Гизиры делал, честно, честно. Оно у меня даже с собой. Вот, можете взять, леди Акетра. Просто возьмите вот у меня. Да тише ты, тише, сейчас посмотрим. О, и правда. Ничего себе. Лолошка, на, взгляни-ка. Фу, ну вот любите же вы напугать-то, а? Короче, обратно меня привезли рыбаки из порта. Потому что, потому что я умолял их три часа подряд. Представляете, три часа. Ммм, друзья, я хочу быть с вами честным. Потому что вы единственный шанс для меня найти все огни. И тогда мусфира, наконец, выкусит. Ой, блин. Ха-ха-ха-ха. О, господи. Вот это мотивация у Синбада. Так, погоди, а что мне в итоге? Карта Синбада Гизира. На удивление, искусно нарисованная карта, созданная Синбадом. Открывает новые области на карте мореплавания. Ура, наконец-то. Так, красиво. Так, мы видим то, что на Гизире есть вулкан, да? Или что это? Это вулкан? Изучаем. Разблокирована новая область на карте мореплавания. Так, в итоге, а что мне нужно делать? А, господи, у меня же тут выбор. Ну что, верим Синбаду? Так, ммм, ну вообще, да. Конечно, он ведь помог найти молот монту. Нет, не верим. Думаю, он что-то еще скрывает. А, леди Акетра, я и раньше верил. Но вот у Буриса лучше спросить, а не подозревать его. Я уже как-то раз ошибся. Ммм, да, кстати, это правда. Давайте. Что ж, ладно. Тогда идем к нему. Спросим сразу. Прямо сейчас? Да. Он всегда ночует прямо в порту. Прямо на корабле. Госпожа, а вдруг он опять на Гизиро уплыл, а? Ох, господи. Синбад, ты странный. Ну, че ж я странный-то? Лолошка, возьми оружие. Хорошо. Меч из лунного камня у меня есть. Молот монту есть. О, и ты тоже оружие возьмешь, да ладно. Да, я тоже прихвачу. А ты, Синбад, можешь посидеть здесь, если хочешь. Здесь? Нет, 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 тушки. Синбад встретит опасность в лицо. Это я говорю, да. Хе-хе. Да и тем более вы же вооружены, да? О, господи. Идем уже. Стой! Погоди, не телепортируй нас. Не телепортируй. Мне нужно, нужно чем-то драться. Надо драться. Так, проверь. Нет! Нет, стой! Я сейчас поверить не могу. Стража нас просто взяла и пропустила. Что? Они меня будто и не заметили вовсе. А я ведь в списке. Синбад, Синбад. Что? Первый раз сталкиваешься с тем, куда смотрят мужчины, да? А, я... Не совсем. Ладно, все, тихо. Смотрите. Вон и Бурис стоит. А, я понял, я понял вас. Мы подкрадемся сзади и... Стой, 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 что ты сейчас предлагаешь? Господи, дурная голова. Я первый и последний раз тебя куда-то беру. Давайте, за мной. Обалдеть. Вот это она его по башке-то ударила. Бедняга Синбад со своими синяками. А Бурис-то реально, кстати, стоит. Поболтаем. Буриис, привет. Привет. Эй, Бурис. Да кто там опять? А? Что? А? 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 Леди Акетра? Вы что здесь делаете? Стопы. И ложка, и... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. И мы пришли узнать, что... Зачем мне яд? Дайте угадаю, да? А? Да, но... Ха-ха-ха. Господи, Синбад, харать тебе в рожу. Ты реально думал, что я не видел тебя? Мне вообще в тот момент не до тебя было. Я ещё думал, что ты так себя странно ведёшь-то, а? Короче, ребята, я торопился и... Вот... Чёрт, не успел. А... О, господи. Бурис, извини, но... Меня это очень сильно беспокоит. Ответь, пожалуйста. Зачем тебе яд с Гизиры? Теперь уже незачем, Леди Акетра. Мне он нужен был для друга. Бедняга мучился от боли, от которых помогал только местный паралич нервов. Одна богатая леди делала ему иглоукалывание. Ох... Она говорила, что он так долго не протянет. Но... Но нельзя же жить с такой болью! Все у Тэны храм не в рот тратил на её услуги! Все у Тэны! Боже! Бурис! Бурис, прошу, прости! Прости нас! Но... Это ничего, Леди! Хм... Ты прости меня, Бурис, я не мог знать. Иди сюда. Пожалуйста, прости меня. Господи. Да ничего, ничего, картограф. Все-таки подозрения были напрасны? Не поняла. Эй, смотрите! Это не Абдилис Луча? Чего? Абди, мы его не видели уже, две-три серии. Леди Акетра! Леди Акетра! Ох... Ох... Господин Бурис... Пожалуйста, пожалуйста... Простите, простите, простите! Господи, Абди, Абди! Встань, пожалуйста! Просто скажи, что случилось! Ну... Простите, пожалуйста... Простите... Я... Но я... Я не мог уснуть сегодня. Я не хотел подслушивать. Честно, я не хот... Из моей комнаты очень-очень хорошо слышно ваш сильный звучный голос. Госпожа, я услышал имя. Имя, которое предпочел бы забыть и никогда, никогда больше не слышать. Так... А ну... Абди, и что же это за имя такое? Дана. Это... Дана, госпожа. Да. Но... Но ведь это же... Да, Бурис. Это голова. А... Я... Я просто... Дана. Она большая специалистка по ядам, отравам и акупунктуре. Та... Чего? Почему еще раз? Ты где такой умный-то стал, Абди, а? А... Нет, я... Простите, простите, я не хотел. Ох, Бурис, ну зачем же ты так? Акупунктура — это иглоукалывание. А я-то... И что-то мне подсказывает, Бурис, что та леди, которая помогала твоему другу, это та же леди, о которой мы все ведем речь. Да... Боже, боже, да вы что, серьезно? Я клянусь, я не знал, хора! Да я даже лица я никогда не видел! Не то, что имени! Всегда ее Абди выводили меня и... И следили, чтобы я... Я не подсматривал их... Да я приезжал всегда в закрытой повозке! Что вы на меня так смотрите? Да, 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 это правда! Господин Бурис все правильно говорит! М? Угу... Боже, Абди, встань уже! Да, 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 хорошо, да! В общем, госпожа Дана, она всегда была скрытной и никогда не показывалась на людях. Я... Я не знаю почему, ведь она же может убить любого буквально одним касанием! И мне стыдно... Мне стыдно, что я промолчал уже дважды! Тогда, когда скульптор и на корабле... На шахтерске... Я просто хотел, чтобы ужасные вещи перестали происходить! Я не хочу больше... Абди! Тихо! Все хорошо! Я просто хотел забыть долгие поездки на Гизиру за ядом! Испытания на мне и моих друзьях! Угрозы! Жгучую боль в венах! Я не хочу больше этого вспоминать! Так... Ладно... Готовь корабль к отплытию! Подождите, подождите! А куда это мы? Мы плывем на Гизиру! Ужас! Готовь! Спасибо! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...